За окном пасмурно, дождь и, как говорится, погода плохая. Здравствуйте, дорогие, в свете сегодняшнего дня и здравствуйте в радости существования. Прекрасное время весна, но, как ни странно, сейчас повсеместное похолодание и даже снег наблюдается. И, конечно, нам всем это явление странно наблюдать. Почему весна, почему снег? Это неестественно и приносит серьезный урон сельскому хозяйству. И впервые в Закарпатье я увидела, что одевали большие пленочные мешки на фруктовые деревья, потому что холодные ветры и холодные ночи губят урожай при той влажности. И когда я увидела это, то почему-то сразу представила, как человек старается спрятаться перед проявлением стихий. Вот даже в сказках, помните, «Яблонька, укрой меня» или «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стой туч, ты волнуешь синем море, всюду веешь на просторе, а ль откажешь мне в ответе, не видал ли где на свете, ты царевны молодой, я жених ее». Постой! Там, за речкой тихоструйной, есть высокая гора, в ней глубокая нора. В той норе, во тьме печальной, гроб качается хрустальный, на цепях между дубов не видать ничьих следов в круг того пустого места, в том гробу твоя невеста. Нам издревле передавали знания о том, что со стихиями нужно и можно входить в контакт и строить вместе с ними жизнь на планете, общую, общую жизнь. И что уж, конечно, это смогут сделать те, кто предан, кто отважен, кто преодолевает, кто верит в себя, кто любит. В состоянии критики и в состоянии осуждений, ограниченности, невежества, этого взаимодействия быть не может. Поэтому те, кто сейчас развиваются, они входят в более глубокий контакт и со стихиями, и таким образом они исцеляют своё эфирное тело. Потому что, как меня вот поправили в комментарии, эфир наполнен феноменами стихий. Поэтому тот, кто обладает таким могуществом, взаимодействием со стихиями, он прежде всего управляет и своим эфирным телом. Второй акцент в сказке на то, что возможно возрождение и выход из самого провального мероприятия. И это жизнь, и она всегда вечна. А смерть является только временным этапом, переходом от одного к другому, или переливание, или перетекание. Вот поэтому я скидывала на главную страницу мультфильм СССР с прекрасной озвучкой. И мне раньше казалось, что достаточно сказать человеку о чём-то, и с его образованием, с его ментальностью, каждый в состоянии понять что-то и исправить. То, что мешает его развитию. Но это оказалось довольно непростой задачей. Потому что душа желает познавать и лично получать опыт негатива вплоть до смерти. Вот я сейчас вообще не шучу. Потому что когда ты видишь, когда сильные люди, вот знаете, такие дубы прямо, такие могущественные, заходят в такие состояния, ну, однозначно провальные, даже с невооружённым глазом это видно, и ты удивляешься, как такой человек мог попасть в такую ситуацию. А он идёт на это сознательно или бессознательно, но он идёт на это. И вот, как оказалось, по последним урокам, особенно не Бодонского, 18-й урок, и уже в самой сильнейшей фрагментации проявить свою божественность на пике необходимости. Вот поэтому такие сильные люди оказываются в такой ситуации. И даже в такой ситуации возможно признавать могущество света. Потому что зов небес пронизывает все самые низшие пространства. Пронизывает всё. Зов небес. И, конечно, мы уже понимаем по просмотру роликов, что путь по нисходящей был долог. Ну, вот так же и обратный путь по восходящей будет так же долог. Как ты зашёл в это, так же оттуда ты будешь выходить. Но тут есть одна маленькая деталь. Вот мы сейчас с вами её рассмотрим. Ведь на самом деле мы с вами на этих разных дорогах и с разными потенциалами, с разными программами. И вот кто-то летит на самолёте обратно, а кто-то едет на поезде, а кто-то на автомобиле, а кто-то на велосипеде, а кто-то на лошади, а кто-то пешком. Но есть те, кто использует водный транспорт и даже течение. И вот сейчас через практики здесь мы уже с вами на скоростном лифте поднимались, особенно вот когда просматривали измерения с 6 по 12. Просмотрите снова. Вы удивитесь. Даже есть коллективная медитация, где вы можете использовать скоростной лифт для подъёма по измерениям. И здесь вам уже всем просто видно, что скорости у всех и возможности у всех разные. Понимаете? И используют инструменты все по-разному. Поэтому у меня, например, вот это вот моё заблуждение о том, что раз и всё произойдёт, да нет. Вот так вот оно не получается. Видимо, для каждого человека нужно своё время, свои уроки, свои сценарии, свои реализации. И вот поэтому этот ролик создан для того, чтобы было понимание сложности общего сценария. И мы не впадали в осуждение и презрение, и предвзятость, и определение. И вы не выставляли своё умствование на показ, а реализовались для общего, целевого объёма полезности. Потому что каждому отдельно взятому человеку очень сложно понять, как это в целом работает. И единственное, что вы можете, так-то понять для себя, по какому пути движется человек, по нисходящей, когда всё, кажется, разрушается и выхода нет, а всё хуже и хуже, как в сказке о царе Салтане. Объявили царскую волю, ей и сыну злую долю, и царицу, и приплод тайно бросить в бездну вод. Но что потом было? И бросили. И вот если воспринимать это трагично, то можно сказать, что они должны умереть. Но вот что потом было переломного, так это обращение из пространства сердца, обращение о помощи к высшим, обращение к самому пространству, к стихиям, где царица просит, «Ты волна, моя волна, ты гулива и вольна, плещешь ты куда захочешь, ты морские камни точишь, топишь берег, ты земли, поднимаешь корабли, не губи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу». И вот этот выбор царицы и её желание жить был выходом из этого тупика, из этого лабиринта. И послушалась волна. Тут же наберег она бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько. И что же это было? Почему волна так услышала? Почему она вынесла бочку? Нам здесь показывают о взаимодействии со стихиями, с пространством. И это, что ни на есть, самое настоящее сотворчество. Со стихиями и открытое любящее сердце, которое силой любви может преодолеть все трудности жизни. И вот обратите внимание, не озлобившись, а наоборот, в благодарении за жизнь. А вот я представляю, что каждого из нас взяли бы вот так, заколотили в бочку и бросили бы в море. Вот я не уверена, что мы бы были так спокойны, как эта царица. Но по сути мы с вами тоже выброшены вот в этот вот океан и болтаемся в этих хаотических волнах до тех пор, пока мы не определимся со своей позицией, со своей благодарностью. Благодарным за то, что уже есть, пребывает, а требующим и живущим с позицией мне все должны, у них забирается. И когда понимаешь этот механизм, ты перестаешь судить как себя, так и других. И даже наоборот, прощаешь легче. И благодарен себе за такую способность видеть невероятную картину многоуровневого земного сценария и благодарен себе за возможность воспользоваться новыми инструментами в расширении, чего раньше не было. И готовность принимать себя любого и благодарить всех и всея за жизнь вернет к более гармоничной и достойной своей реализации. И вот многие из вас уже по комментариям вижу, что спрашивают, ну как, вам помогло, да никого не спрашивайте. Это бесполезное занятие, ничего оно не даст вам, потому что вот сегодня вы применили на полпроцента эту технику, а завтра вы ее применили на 15. А послезавтра вы вообще о ней забыли и вспомнили через 10 дней и опять снова применили на 15%. Это только вы можете отследить эти волны, эти течения, эти влияния, вливания. У другого человека это все происходит по-другому. И вот готовность принимать себя любого и благодарить всех и всея за жизнь, и вот знаете, это не умные слова, а предложение удерживать себя от каких-то сравнительных и конкурентных программ и жить в радости существования. Тогда и со стихиями возможно взаимодействовать. И более того, ваше могущество позволит управлять стихиями, что было под силу нашим древним. Тогда и весна будет весной, а не зимой. И это наша осознанная жизнь. И тот, кто уже на восходящем пути, тот не будет себя расплескивать на левые цели, потому что цель основная, ведущая, мощная, это правый лепесток жить в радости и мире. И это не умные слова, а личная позиция, личный выбор, личный осознанный выбор каждого отдельного человека. И к этому приходят люди абсолютно с разной подготовкой, с разных путей, ну вот как реки в океан вливаются. И океан этот не мой личный, океан это общий мировой океан, световой можно сказать, или океан света, или океан любви. Поэтому на мой взгляд похолодание это сжатие. И оно как у планеты, так и у нас в душах. Но если бы мы больше любили жизнь и все, что нам дано, и небо, и солнце, и людей, и все испытания, в общем, всю искусственную симуляцию, всю голограмму, но ведь она такая красивая, то энергии благодарения разворачивали бы это сжатие в расширение, и было бы тепло и комфортно. А так это еще один пространственный стресс, который грубо выдавливает нас к прощению себя и к необходимой трансформации. И когда говорят, что я этого не знал или не знала, то, уважаемые и очень дорогие люди, но сказки-то вы читали и в своем детстве, и в детстве своих детей, и даже в детстве своих внуков. Поэтому делаю вывод, что наши любые оправдания всех своих несовершенств и своих противостояний и своей враждебности серьезно тормозят нас и создают нам снежинки весной. Продолжение следует...